Эти дома в деревне Слобода построены совхозом имени Ленина в середине 80-х для молодых специалистов. И хотя долгие годы жильцы исправно платили по счетам, как выяснилось, коммуникации и водоснабжения никогда не стояли на балансе ЗАО. Сейчас труба, которой больше 40 лет, находится не в лучшем состоянии, и чтобы не заниматься ее ремонтом, ее объявили бесхозной. Теперь муниципалам придется взять ее на баланс. Правда, водозаборный узел передавать в муниципальную собственность никто не спешит. Это очень-очень удобно. Что получилось? Получилось, что та труба, которая прохудилась, которая плохо себя чувствует, которая не нужна, за которую раньше совхоз имени Ленина собирал деньги, они ее, по сути, передают на баланс ПТО, потому что она, так было говорить, в плачевном состоянии находится. А то, что генерирует денежный поток, то, что приносит деньги, совхоз имени Ленина почему-то передавать не хочет. Напомним, в апреле нынешнего года несколько жителей деревни Слобода из-за аварии остались без воды. Они обратились в ЗАО совхоз имени Ленина, с которым у них договоры по водоснабжению, но там ликвидировать аварию отказались, не помогли и призывы лично к Павлу Грудинину. Мы для него никто, по факту. Да и сидите вы без воды, чтобы там все боли, кромые, косые, не помыться, ничего. Тогда к решению проблемы подключились депутаты, и аварию удалось ликвидировать сотрудникам Видновского ПТО ГХ. В настоящий момент ЗАО совхоз имени Ленина уже официально отказалась от водоснабжения этих домов, а местные жители вздохнули с облегчением. Виктор Василенко переехал сюда чуть больше полугода назад. Апрельская история стала для новосела неприятным сюрпризом. Теперь он надеется, что без воды сидеть не придется. Когда мы звонили, пытались, как бы нас ПТО отсылало к Грудинину, Грудинин говорил, что не хочет ничего решать. Сейчас как бы ПТО нас взвело под крышу. Администрация как бы приняла под козырек, что у нас есть проблемы, и начала заключать с жителями договор на водоснабжение от лица Видновского ПТО. Вот, уже примерно половина жителей перешло, как бы под крылышко муниципалитета. Безусловно, хотелось бы, чтобы эта история была со счастливым концом, но в отличие от трубы, водозаборный узел по-прежнему находится в собственности ЗАО совхоз имени Ленина. А зная крутой нрав Павла Грудинина, нельзя быть полностью уверенным в том, что, например, вода в скважине внезапно не закончится. Но будем верить в лучшее. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.